Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На первом телеканале Останкино Футбол студия спортивных программ начинает прямой репортаж матча Лиги Чемпионов в Москве, в столичных Лужниках сейчас начнется встреча третьего круга группе А Московский Спартак сегодня играет со знаменитой испанской Барселоной за последние годы мы с вами видели этот суперклуб несколько раз московские киевские динамовцы играли с Барселоны ЦСКА, ну а еще раньше Шахтер из Донецка и всегда игры с Барселоной получались очень интересными, яркими потому что в этой команде всегда обилие звезд и всегда Барселона показывает быстрый атакующий футбол команды выходят на зеленые, не удивляйтесь, на зеленое поле Лужниковского стадиона ну вот, обратите внимание на турнирную таблицу Барселона имеет три очка в группе после двух матчей у Спартака одно очко Спартак проиграл Монако 1-4 и 0-0 сыграл с Галатасараем ну а Барселона один матч сыграла в ничью и один матч выиграла, ну и видели положение команд в группе Б да, зеленый стадион, работники зеленое поле стадиона Лужниковского работники стадиона сделали все возможное чтобы матч прошел в нормальных условиях электрический подогрев и десятки работников стадиона воинов таманской дивизии убирали, очищали стадион лед, снег громадное количество тонн снега было выведено и видите нормальная обстановка на поле пока посмотрите составы команд так, мельком посмотрите если вам что-то непонятно я еще раз назову потом составы прокомментирую ну и на поле команды в белой форме Спартак в своей традиционной сине-красной форме Барселона ну и традиционное обрамление мачи лиги чемпионов яркое красочное зрелище торжественное открытие команды в центре поля их приветствует зрителей около 40 тысяч зрителей на стадионе 8-9 градусов мороза и снег за пределами поля а поле зеленое арбитр матча главный судья Шандор пул который вышел на суде сказал что для такой погоды поле в идеальном состоянии фото корреспондентов много десятки стран принимают картинку из москвы телевизионная трансляция ведется на многие страны в общем все условия для хорошей игры есть ну поскольку арбитр перед вами я назову сначала состав судейской бригады она из Венгрии и так шандар шандар мартон и ласло варга состав испанской барселоны вратарь андони субисаретта второй номер альберт феррер мигуэль надаль номер 3 рональд куман номер 4 лопес серхи пятый номер капитан команды хосе-мария бакера номер 6 седьмой номер иглезис иван христос стоечков номер 8 девятый номер гильермо амор десятый номер ромарио одиннадцатый номер айтор бегиристайн главный тренер команды яхан круи небольшой комментарий составу барселоны посмотрите какие здесь звезды четыре футболиста сборной команды испании а также игрок сборной голландии игрок сборной болгарии стоечков и блестящий ярчайшая звезда бразильской сборной ромарио состав спартака спартак в белой форме ворота слева вратарь гинтарас стауча дмитрий холестов номер 2 андрей иванов третий номер илья цимбаларь номер 4 николай писарев пятый номер юрий никифоров номер 6 владислав терновский седьмой номер капитан команды валерий карпин номер 8 андрей пятницкий девятый номер игорь ледяхов номер 10 владимир бесчастных одиннадцатый номер олег романцев главный тренер спартака комментарии к составу спартака у спартака предыдущие матчи с голотосараем были удалены из поля анодка и мамедов анодка деспублицирован на одну игру в следующем матче с барселоной в барселоне будет играть мамедов деспублицирован на два матча у спартака довольно таки много больных игроков сак погодин кетченов черенков эти игроки не вступают но не совсем здоровыми играют и холестов и пятницкий в общем спартака трудная задача сильнейший соперник положение вне игры но посмотрим как будут развиваться события барселона не очень ровно выступает чемпионате испании но в последних трех матчах команда сыграла хорошо и в последнем нашем футбольном обозрении голом мы показали как барселона выиграла ассосуны и в последнем туре переграла субботнем матче и в последнее время в матче лидера первенства команды длинная длинная передача бакера бьется в центр барселона практически никогда не играла от обороны но вот в последнем матче с депортиво на котором присутствовал тренер спартака тарханов играла так как будет играть со спартаком так поняли все много внимания уделяя обороны и сегодня наверное редчайший случай я смотрю что у барселоны четыре игрока в обороне справа феррер действует в центре куман и надаль и постоянно кто-то еще находится из игроков слева ну несмотря на эту расстановку наверняка барселона имея таких нападающих и полузащитников будет действовать и впереди вот Ромарио в центре поля ведет борьбу проиграл единоборство Тернавскому а теперь уже Ледяхов отправляет мяч к Хлестову Хлестов не совсем больна не совсем вызванную рука болит вот ключица у него повреждена Бесчастных идет прямо на центрального защитника по вторую площадку Бесчастных может бить пас еще дальше налево мяч выбит и борьба в центре поля рядом с Ромарио играет Тернавский задача Тернавского не дать принимать Ромарио 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 чрезвычайно опасен когда он с мячом задача защитника все время играть на опережение опережать его все время быть впереди его в момент приема Никифоров собирается выполнять штрафный удар Карпин пропускает Ледяков Ледяков промахивается первый удар первый аплодисмент и стадион с первых минут живет футболом даже наверное больше сорока тысяч вот та противоположная трибуна заполнена до отказа слева справа есть это несмотря на то что в Москве двадцать часов игра началась и смотря на то что Мороз любит у нас футбол любит Спартак ну и это зрелище высочайшего класса Барселона один из сильнейших клубов в мире Куман его великолепные длинные передачи вот смотрите мы сегодня неоднократно увидим он отправил мяч в направлении Ромарио Тернавский отошел назад Никифоров Карпин Бесчастных хорошо Холестов и длинный пас отлично в направлении в направлении Писарева Пятницкий мяч не попал не попал к сожалению к нашему футболисту Бесчастных прикрывает мяч корпуса входит штрафную площадку обыгрывает надаля Куман рядом рядом Куман Баки Ромарио игра рукой Ромарио подыграл мяч рукой 0-0 в матче Спартак Барселона небольшое преимущество Спартака стоечков стоечков отлично играет на флангах и на левом и на правом вот сейчас сместился он направо и очень хорошо в последних матчах взаимодействует с Ромарио сегодня нет Лаудрупа ну естественно три иностранца могут только играть уходить на поле ну и все три присутствуют Куман стоечков и Ромарио Куман справа очень опасно играет Феррер очень опасно для чужих ворот потому что как правило подключается Бакеро Куман и опять пас направлению Ромарио где-то я прочитал в газете что Ромарио плохо играет головой это неправда Ромарио отлично играет головой вот мы показывали пагменты матча сборных команд горочного матча в Бразилии и у Ругвая он забыл мяч очень хорошо головой и сейчас увидели кто хорошо головой сыграл третий номер Надаль Феррер четвертый номер третий номер я думаю что вы прекрасно знаете те кто интересуется футболом прекрасно знаете не только Спартак но и Барселона Барселон не торопится видите паузы небольшие видимо сегодня Барселона будет играть стараясь игру вести в таком рваном темпе паузы будут чередоваться с взрывными такими контратаками потому что Спартак я думаю не позволит Барселоне сегодня играть всю вести игру в атакующем плане еще раз аут в середине поля на месте лева защитник играет Серхи Надаль и Куман в центре Феррер справа не достает мяч бесчастных Бегери Стайн Амор сделал передачу у Амора тоже хороший удар и тоже он может сделать очень хорошую длинную передачу метров на 40 на 50 ледяков Кятинский бесчастных Куман руками его отталкивает положение вне игры арбитер с некоторым опозданием поднял флажок Писарев не слышал но положение вне игры был свободный удар ах какие Куман делает передачи длинные просто сказочные удобно принимать стоечку смотрите как он выполняет штрафные я думаю это мы еще увидим Барселона Барселона в атаке Хлестов устремился за Ивоном и не дал ему сделать передачу вторую площадку но аут мяч вводит в гости Бегер ставил борьбу и нарушил правила вот мы смотрим с вами футбол и я думаю что телевизоров не ощущается то что сегодня холодно и зима настоящий уже может быть не совсем еще летний но в весенние точных игр хотя уже весна-то наступила теоретически Аромарио хорошо прикрывает мяч корпусов сейчас грудью хорошо сыграл но спартаковцы образовали тут такой треугольник небольшой числе преимущество было в одной игрока у них Карпин Пятницкий Писарев потерял мяч и контратака может быть опасной положение вне игры мне показалось было тем не менее арбитр не показывает не показывает что было нарушение мне кажется была ошибка судей на линии стоечков упал смотрит на арбитра не даст ли он пенальти арбитр показал что можно играть но это уже опасно было была серьезная опасность ворот спартака конечно же спартак еще не готов в первую фестиваль а фестиваль выведете этот как же можно было упустить стоечка он один был штрафной площадке спартаковцы стояли рядом вокруг и никто не атаковал треста стоечкова получил из-за боковой линии мяч спокойно и Точно ударил низом Первая практически, а так, может быть, вторая Вот смотрите С точку никто не мешает С острого угла он бьет И Гинтера Стаучи не достал мяч 1-0 Выиграет Барселона Жаль, жаль В общем-то, так вроде все неплохо началось И вот теперь 0-1 В этом году И в Лиге Чемпионов и розыгрыш Ведущих матчах Кубка Чемпионов Точка забил уже Третий мяч, ну а в Лиге Чемпионов Кто-нибудь второй мяч Длинная передача Субисарета выходит К линии штрафной площадки Отличие На десятой минуте забил был мяч Отличие звезд от простых игроков Особенно звезд Нападающих Умеют максимально использовать Предоставленные возможности Вот была возможность стоечка Одна И он ее использовал стопроцентно Если нападающий Так он должен уметь бить хорошо Вот и ударил стоечку Отличие Умеет использовать предоставленные возможности Очень тихо ударил мяч Стаучи И Вот видите Сам сказал Что не готов Как следует К этому матчу Перед игрой Что он Имеет мало игровой практики Поэтому играет Стаучи Можно ли предъявить претензии К Стаучи В эпизоде Когда стоечков Ну Как я говорю В таких случаях Не выручил Может быть Муха достать мяч 1-0 Барселона выигрывает Пятницкий Нет Точно у паса не получилось И сразу разрыв образовался Между линией обороны И атаки у Спартака Серхи будет вводить мяч Из-за боковы Левый защитник Футболец Который умеет играть И в полузащите И подключаться В общем-то У Барселоны Все такие игроки Таких чистых Защитников Только сзади Нет Вы сами знаете И Ферреры Кумен И Надаль И Другие футболисты Часто выходят вперед И каждый из них Имеет На своем счету Много забитых мячей В чемпионате Испании И в других играх Контратака Спартака Писарев На левый фланг Допрашивается передача Отличный пас Штрафную площадку Угла штрафной площадки Бесчастных обыгрывает Защитников Хочет штрафную площадку Нужно бить Прострельная передача Мяч у вратаря Не попал Мяч к партнерам К сожалению 0-1 Спартак проигрывает Ромарио Надаль Кумен Очередной длинный пас В направлении Стоечкова Рядом с ним Иванов И Иванов Оттолкнул Стоечко Штрафной удар И сразу идет вперед Кумен А мы с вами сейчас будем смотреть Что происходит Штрафной площадке Будет ли Кумен бить С этого места Хотя Кумен может Будет ли он разыгрывать Если будет розыгрыш Наверняка он подготовлен Длинная передача В направлении Ромарио Вот Ромарио Хоть и находился В положении вне игры Но сыграл головой Сыграл головой И защитники Немножко потеряли его Тернавский в данном случае Не дойдя давать Ромарио Бить и получать мяч Даже если Он оказывается В положении вне игры Чтоб Ромарио Не почувствовал Игру Не почувствовал Себя свободно Хлестов 13 минут сыграно В матче В положении вне игры Бесспорно Можно уже не разыгрывать Эту комбинацию Но на всякий случай Писарев Послал мяч Но Арбитр В таких случаях Может и Вынести Предупреждение Показать Желтую карточку Сделал скидку Арбитр На то что Не слышу Писарев У Спартака Желтые карточки Имеют Родионов Хлестов Иванов Иледяхов Четыре человека Амор Гарсио Гойкоичев Феррер Ромарио Бакер И Надаль Имеют предупреждение В Барселоне Карпин Бесчастных Упустил мяч С боковой линии Аут Надаль Водит мяч Полистов Своевременно Бышит вперед Перекватил мяч Пас налево Не успеет Пятницкий Ему отдавал Ноч Писарев Бегерестайн Девятый номер Это Амор И еще одна Острая атака Два настоящих Классных Нападающих Стощиков Ромарио Они чрезвычайно Опасны в штрафной Площадке Они могут Самые неожиданные Решения принимать Каждый из них Силен И Вот Играет очень Остро Вот сейчас Спартак Прошло уже 15 минут В чем уступает Барселона В том Что в середине Поля Спартак Мельчит Согласитесь Уж очень много Поперечных И мелких Передач Значительно Быстрее При помощи Передач Барселона Проходит Центр Поля Бесчастных Надаль Перехватывает Мяч И сразу Стоечка Стоечка Теперь слева Перед ним Холестов Спартак Успели отойти К своей Штрафной площадке Мяч Перехвачен Бесчастных И опять Видите Короткие Передачи Как правило Ближнему У Барселоны Все иначе Барселона Отправляют Игроки Обороны Отправляют Вперед Не глядя Где находится Игрок Они просто Уверены Что если мяч Отправляется Направо Там должен быть Должен быть Нападающий Если налево Там должен быть Это Подготовные Такие что ли Стратегические Комбинации Когда не надо Защитнику Думать Он знает Там должен быть Спартнер А пока Спартак Отдакует Левым флангом На высокой скорости Цимбаларь Выходит Штрафную площадку Передача Можно бить Карпин Остановил мяч Грудью Столкнулся С соперником И Мяч потерян Аут Спартак Нескоро сыграл Остром на фланг Мы видели Прострельные передачи Ударов К сожалению Нет пока Поворотом Субисаретты Хороший атак Хорошей Передачи Куман Субисаретта И опять Мяч Ромарио Ромарио Обыгрывает Тернавску Обыгрывает Никифор Обыгрывает Иванова Угла Штрафной площадки В ноги бросаются Кто-то из Спартаковцев Помогает Никифоров И выбивает Мяч Никифоров Да Выбивает Мяч За линию Угловой И это Тоже опасно Поскольку Команды Такого Класса В том числе И Барселона Такого Высокого Класса Имеют Наигранные Комбинации Мы сейчас Посмотрим Что сейчас Покажет Барселона При выполнении Удара С угла Поля Мяч Длитка 15 метров Отлетки Сталчив Своевременно Бросил направо Ну и вот Один Стоечков Напугал Двух Спартаков Свои мяч Перехвачиваем Мы с вами Смотрим Повтор Углового Стоечков Переигрывает Хлестова Хлестов В последний момент Из-за спины Вытянул ногу Не очень длинную Но все-таки Достал мяч Дальше Головой Еще дальше Напрашивался Пас Ледяков Карпин Потерянные Спартаковцами Пятый номер Это Серхи Он отправлял Мяч Управление Ромарио Ромарио Большую часть Время находится В середине Рядом С центральными Защитниками А стоечков То лево То слева То справа Но все равно Два нападающих Впереди Спартак Атакует Левым флангом Прострельная Передача Напрашивается Никого нет Из партнеров Жаль Жаль потому что страховать нужно обязательно если кто-то из нападающих бруселоны получает ночь то одного защитника может обыграть пас направо карпин передача низом бесчастных пас назад и удар нужно помешали друг другу еще удар по воротаря но это уже атака которая завершилась ударом владимир бесчастных с 12 метров ударил но попал прямо во воротаря еще рассмотрим завершение этой комбинации неплохой комбинации согласитесь 20 минут позади 1-0 барселона в москве выигрывает в лужниках у спартака вы смотрите очередной матч лиги чемпионов ромарио терновских спартак выходит бюдер и стайн и срыв передержал ночь и потом нарушил правила что касается разговора классных нападающих вот стоечка может суть больше ничего уже не дело даже если ничего не сделает он показал что великолепной формы он показал это забив этот мяч совсем не простой мяч с острого угла забил мяч надаль куман бесчастных и отличий пас нужно убегать пятицкому нужно убегать и так быстро куман можно убежать от него было не надо было тормозить уж извините что я подсказываю так хочется увидеть мяч сетки на ворот барселоны не игры конечно и здесь хотелось бы чтобы наши не задерживались но потери мяч нужно конечно выходить куман не очень быстро у него невысока стартовая скорость и вот сейчас пятницкий имел возможность поймать на этом куман он уже имел преимущество поскольку двигался у него уже была набрана скорость и он к листов карпин иванов жестко стою сразу вот смотрите одна ошибка казалось бы не очень большая не очень серьезный мяч отскочил вот тут же барселона это использовала поймал ночь стал чем почти на линии ворот ледяхов фланг фланг левый вот там цимбаларь свободен если игорь увидел его ледяхов писали и можно ударить нет пас дальше налево не точный пас к сожалению феррер перехватил ночь бакера руками брать мяч нельзя ну вот тут можно спокойно на огонь сыграть никифоров налево иванову никифоров вот еще раз обращаю внимание на что тратится спартаковцы время на размышления кому отдать мяч ищут свободного барселона не тратит защитники это время они знают куда отправлять мяч они знают что там вот впереди в таком-то месте должен быть кто-то ну что же дальше куман холестов вышел вперед но ошибся карпин чуть посильнее никифоров иванов ледях пятницкий куман его рукой отталкивает бесчастых иванов длинная передача но очень долго летит мяч он зависает в воздухе и обратите внимание и для тех и те кто просто смотрит футбол и кто лучше сыграть посмотрите какие делают передачи куман у него мяч высоко не взлетает он пласированно и очень быстро летит а вот мяч который летит долго и зависает он как правило становится добычей вратаря если мяч четвертой площадке ну или защитники сумеют подойти когда он долго летит 25 минут сыграли команды 1 0 выигрывает барселона и был то всего практически один момент нож полтора и спартаковцы сделали грубейшую ошибку оставили стоечка в 1 когда мяч водился из-за боковой линии может кто-то не видел и вот на 10 . получил мяч развернулся из угла а спорта час быстро разыграли штрафной атакует левым флангом и здесь поточнее нужно сделать передачу простыльной передачи куман играет многим показалось рукой я не могу это утверждать очень быстротечная была комбинация сильный удар был мяч отбит уже барселона в центре поля бакера нет не бакера это серки ромарио нарушил правил подножка была игрока не владеющего шайбы тернавского положил на землю владислав тернавский подарок леонида буряка который тренирует милу тернополь дальше чемпионате украины он предложил спартаку и спартак принял этого игрока а в свое время и анопка и тернавский играли вместе в дубле киевского динамо хорошо знают друг друга ах сегодня она как не хватает ах как не хватает капитан феррер куман вот ромарио получил мяч далее тернавскому принять мяч бакера феррер куман подбросил мяч и еще одна длинная передача и вот смотрите он провели мяч на фланг и ромарио уже стартовал то он знал он готов был потому что мяч будет на план пуще план где меньше народу где меньше соперников писарев спартак в лиге чемпионов забил один ночь этот мяч на черту николай писарева ворота ману старается при помощи передач друг другу при помощи передачи вперед проходить середину поля баллисты барселоны из фланга обязательный длинный пас стал чет конечно же должен выйти и опередить ромарио лидер правной или от сам боларь мне вот это впечатление что или от символа имеет возможность там на фланге проходить несколько раз обыгрывал и феррера и ивана вот может быть использовать почаще спартаку преимущество которое имеется имбаларий в скорости и умение обыграть соперников могут почаще играть левым флангом ромарио и тернавский ромарио очередной раз нарушает правила подтолкнул фартаковцев ледяков а сейчас тернавский нарушил правила в резерве у барселоны гойко и чел и усебио эстабаранс с алинас и вратарь муцкетс карбин пустил ой 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 ну что тут говорить как сумел достать мяч или уже был свисток свисток уже был и тем не менее смотрите мимо ворот куда мне показалось что стал очень доставлен нет просто мимо ворот еще одна атака левым флангом и вновь спартаковцы проморгали проморгали соперника счет остался прежним спартака сегодня в резерве ананка чудин тихонов родионов и вратарь помазан иванов 30 минут позади барселона до вперед отлично по стоечка вбьет и опять хороший удар вегаристаем счет удар был иван так впечатляю что спартак иногда словно замираю засыпают что ли и дают возможность обрабатывать соперника мяч везде штрафной площадке в самой штрафной площадке дают бить стоечку смотрим угловой удар справа листов мяч потерял амор надаль и назад куману а кубан не знаю вышли бил в центр но попал партнеру стоечков у самой бровки перед ним иванов ой 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 нужно было конечно стал че подсказать и тогда бы листов уступил мяч такое впечатление спартаковцы диска подрастерялись как-то вот пропустили мяч потом вот сейчас еще пара ошибок в обороне потому что и впереди стали немножко ошибаться спартаковцы перед передачи вот сейчас есть хорошая возможность 5 налево отдать не получит вот сейчас налево цимбаларь бесчастных людях не воспользовался хорошей возможностью его упустили защитники он был один и опять спас налево ох как достал его мяч еще одна атака промышлась на левом фланге и делает острую передачу делает цимбаларь 1-0 барселона выиграет москве в спартака серхи хлистов бесчастных ничего сразу отдать мяч и не мучить себя продвижением без комментариев да легендарный знаменитый иохан крюев великолепным футболистом и как показала жизнь он стал прекрасным тренером он сам играл в той знаменитой голландской сборной в аяксе который играл тотальный наступательный футбол и команду он сделал который стремится играть для зрителей стремится играть в атак стремится много забивать пас направо пятницкий нет пас руки вратарю чуть-чуть подрезать уходил чтоб мяч от вратаря криво прекрасная команда где есть и звезды где есть и мы видим разнообразная великолепная тактика команда и игроков если хотите и тренера здесь все совмещается потому барселона игру неровно играет когда проигрывает но когда барселона вновь выходит на поле и забивает один за другие мячей прощаются все недостатки зритель любят красивую игру и я не вымучиваться голы и но ой 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 какая возможность ну как же так как же так игорь ледяхов можно было ударить от души и здесь никто не мешал посмотрите тихо ударил вратарь хорошо выбрал позицию и мяч оказался у него в руках как тогда уже близится к концу первый тайм 35 минут сыграно барселона играет лучше разнообразнее это заметно но у спартака есть возможности преодолевать оборону барселоны используя левый фланг спартаку надо пользоваться нагружать символари нагружать володю бесчастно когда он там находится конечно жаль спартак еще не обрел форме нет чутья у писарев у того же ледякова нет вот знаете не обрели они ту форму которая позволяет игроку когда игрок форме принимать решение на секунду на другую быстрее вот при завершении так при игре на опережение это нехватка игровой практики когда вот чуть-чуть проигрывают футболисты секунды мгновения игрокам при обработке соперника при обработке мяча при завершении ну естественно барселона сейчас будет водить мочи за боковые игры и линии серхи стоечку опять почему-то один карты ферреры бакеру и цимбаларь а тернавский футбол говорится чтобы не сглазить и пока с ромарио справляется уже дело обстоит со стоечкой потому что тернавский постоянно играет в ромарио а точку передают футболисты защитники когда он играл слева там ломановских листов как получается что стоечка имеет больше свободу чем ромарио карпин листов писарев перед ним куба нужно прострельная передача опять пробах но еще может быть удар нет удар не получился на так и за продолжается ах как жаль как жаль уже на третья или четвертая атака после которой мяч оказывается штрафной площадке ну вот не хватает чуть-чуть не хватает чуть-чуть чтобы завершить комбинат чтобы ударить хорошо ромарио в очередной раз оттолкнул тернавского штрафной писарев головой сыграл стоечка красиво но мячем спартака карпин так удар писарев нарушил правила увидели нарушение меньше пяти минут играть команду до перерыва напомню что значит обид один был на десятой минуте кристос точку это ромарио тернавский временами спартак совсем неплохо играю знаете вот бывают такие ошибки но когда слева там цимбаларь проходит и делает передачи штрафную площадку опасность ворот барселоны возникает и возникает приличная опасность вот только концовки хватает бакера надаль а как не повезло писарев гидвал как говорится не чуть не покрал кумана вообще конечно трудно подсказывать рекомендатору не уместно подсказывать но с кубаном должен кто-то играть вот прямо рядом с ним рядом с кемстюк чтобы кубан не имел свободного времени для передач для обработки и а его включить мяч можно на небольшом участке метров два обыгрывать и убегать посмотрим что будет дальше бесчастных феррер его руками остановил бесчастных вырвался из жарких объятий и сделал передачу штрафную опять бесчастных идет штрафную площадку должна быть желтая карточка феррер дважды грубо сыграл против бесчастных а сейчас и сорвал атаку довольно-таки арбитр не собирается карточку показывать да и штрафного не дает так что может я немножко погорячился вообще арбитр сует неплохо может стать как желаемое действительно хочется передать ну и сейчас нас будет повтор мы посмотрим был там нарушение или нет мне казалось что руками феррера останавливаем бесчастных трибуны скандируют шайбу шайбу душ хотелось бы эту самую шайбу то бишь мяч увидеть поворотах барселоны ромари ромариу пока ну переживает конечно олег и раньше романцев жаль что пропустили мяч еще больше жаль что не забили ни одного пока пятницкий иванов цимбаларь цимбаларь ждет мяча писарев пятницкий нет барселона с мячом на какое-то мгновение было карпин вот так хорошо в стеночку и обратно нужно было иванову вернуть мяч карпином ромарио отошел был не верил что сзади нет тернавского тут же отыграл мяч направо и идет вперед бакера тернавский видимо услышал подсказку стаучи пропустил ночь карпин ледяков Длинный пас Надаль подсказывал вратарю Пропускаю тебе, выходи и бери Взял мяч Субисаретто Первый тайм подходит к концу Напомню, что на 10-й минуте Христостоечко взобил мяч с острого угла Бил, но ударил здорово Куман Никифоров, Писарев Отлично Никифоров Несколько секунд еще есть Можно довести атаку до удара Никифоров в штрафной площадке Прострельная передача И, боже мой, опять с головой Удар не получился У бесчастных Никифоров хорошо сейчас сыграл Хорошо сыграл Никифоров Кончик подыграл Кумана И прострел В борьбе бил бы сейчас, конечно Не просто был ударить Угловой удар, последние секунды Первый тайм И сразу направо, свободно, налево Свободному игроку Терновский, Ромарио Сталчи Да У нас прямая трансляция И второй тайм Начнется без перерыва Прямо Продолжим репортаж Женковского стадиона Ну, перерыв будет Я имею ввиду Не в записи А живой репортаж Будет о втором тайме Конечно, перерыв будет Дети получат свою Порцию сказок Порцию Предвечерней передачи Своей 12-13 минут Ну, а мы смотрим с вами Повтор борьбы Повтор атаки Спартака Арбитр что-то прибавил Были остановки Поэтому Первый тайм И продолжается Листов Иванов И все О первом тайме 1-0 Выигрывает Барселон Студия спортивных программ Телерадиокомпания Останкина На первом канале Продолжает Репортаж О матче Лиги чемпионов В Москве В столичных Лужниках Сейчас начнется Второй тайм Встреча Спартак Барселона Испанская После первого тайма 1-0 Барселона Выигрывает Вот так был забит Кратиединственный мяч Оставили Стоечку Спартаковские защитники Одного И тут С острого Угла Парадил Ворота Студия Хочу сообщить Для телезрителей И телезрителей Первой программы Новости Которые обычно В эфире В 21 час Зрители увидят Эти новости Сразу после окончания Футбольного матча Сразу после окончания Второго Но это Первый Вновь О матче Спартак Барселона Нескослов На первом тайме Игра проходила Довольно-таки Интересно Барселона Играла спокойно Хладнокровно Впереди Ромарио И Стоечков Были активны Ромарио Был в общем-то Прикрыт Тернацким Стоечков Имел Относительную свободу И забил мяч Спартаковцы Атаковали больше Левого фланга Где активен был Цимбала И у Спартака Было несколько возможностей Для взятия ворот Но били Спартаковцы Не Лучше Не Точно Тихо И мяча Не забили Будем надеяться Что в втором тайме Спартакцы Будут действовать Агрессивно Напоминаю вам Составы Команды Слева Ворота Барселоны Красно-синяя форма У испанских Футболистов Воротарь Ангонио Субисаретто Справа Играет Под вторым номером Альберт Феррер Слева Локус Серхи Номер 5 Два центральных Защитника Рональд Куман Номер 4 И Мигель Надаль Номер 3 Полузащитники Барселоны Глядерс Иван Номер 7 Хосе Мария Баке Номер 6 Капитан команды Девятый номер Гильермо Амор Одиннадцатый Айтор Мигери Стайн Два нападающих Восьмой номер Христос Стоечков Сапир Амарио Главный тренер команды Йохан Круи Спартак Вратарь Гинтера Стаучи Справа в обороне Дмитрий Хлистов Номер 2 Слева Андрей Иванов Третий номер Центральные защитники Юрий Никифоров Номер 6 Владислав Тернавский Номер 7 Полузащитники Спартака Капитан команды Валерий Карпин Номер 8 Андрей Пятинский Номер 9 Игорь Ледяхов Номер 10 И Илья Цинбаларь Номер 4 Попадающих Тоже двое Николай Писарев Номер 5 Владимир Бесчастных 11 Номер Главный тренер команды Олег Романсов Был перед вами Так что Судеская бригада Из Венгрии Шандор Пул Главный арбитр Шандор Мартон И Лас Лаварго Судьи На линии 1-0 Барселона Выигрывает 8-9 градусов Мороза Поле Зеленое В прекрасном Для этого Время года Состоянии Зеленая трава И Вообще Стадион Отлично подготовился К этому матчу Большая работа Проведена была И Работниками Стадиона И Войнами Таманской дивизии Которые помогали Готовить стадион Скажем Спасибо всем За то что Футбол Проходит В отличных условиях Спартак Атакует Правым флангом Можно бить Удар Мяч пролетает Рядом со штангой Кто-то Задел Мяч Нет Не задел Сейчас посмотрим По-моему У Спартака Замена Появился Под 15-м Номером Сергей Родионов Коул Заменил По-моему Нет Писарева Итак Бесчастых И Родионов Это Яхан Выфутан Эту Конфетку Варту Держит С палочкой Ну и Его Помощник Тернавский Тернавский Долго ждал Мяч И прыждал Еще один удар С острого угла И мяч После рикошета Отскочил Мяч Мяч Бесчастов Вновь Иванов Бесчастов 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 Сделал 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 С трудного положения Передачу Штрафную площадку Цибала Штрафной Бьет Высший ворот Трудно было ему Мешали Трудно было Хорошо Ударить И все-таки Спартаковцы Стремятся Бить поворотом Хорошее стремление Хорошее желание Конечно Нужно бить Как можно чаще Пас назад И нужно конечно Тут Побеспокоить Вратаря Чтобы он спокойно Не сделал Точную передачу Вновь Неточный Посередине Поле Стоечков Опять Начинает Как и в первом тайме Игру На правом фланге Иван Цимбалар Пошел за ним Амур Налево Надаль Амур Ромарио Ромарио Иван Положения вне игры Нет И Бегерестай Бьет из Непростого положения Но опять Спартаковские защитники Дали возможность Принять Мяч И ударить Игроку Который находился Наверное В 12-13 метрах От ворот 1-0 По-прежнему Барселона Выигрывает И атакует Ледяхов Зацепил Бегерестай На штрафный удар Сегодня левый Защитник Серхи Чаще Чем Феррера Подключается Вообще Феррера Играя за Барселону На месте Правого Защитника Регулярно Играя Впереди Сегодня Он почти Не участвует В атаках Зато Вот Серхи Несколько раз Пробежал Вперед До штрафной площадки Спартака Стоечков Перед ним Иванов Длинная передача И Мяч Не очень далеко Отбит Бегерестайн Тернавский Рядом Сейчас Мяч Больше контролирует Футболисты Барселоны Феррер Постозад Вратарю И вот Вратарь По выбору Мяч метров На 20 Не очень далеко Штрафной площадки Спартака Есть возможность Начать комбинацию Атакующую Вот на правом фланге Спартаковцы Больше Родионов Сергей Карпин И сделает Сделает передачу Нужный хороший бас Бил в ближний угол Видимо все-таки Не делал передачу А бил В ближний угол Но Субисарета Не дернулся Не пошел На перехват Центр Как стоял У ближней штанги Так и Остался Стоять И поймал Иван 1-0 по-прежнему Иван Барселона выигрывает В Москве В Лужниках У Спартака Стоечков Ромарио Ох какой пас Терновский Падает Теряет мяч Пятницкий Ошибся Турецка Какая По собственному Воротам Ударил Терновский Угловой удар Справа Барселона Будет Выполнять удар Иванов Пятницкий Иванов Прижался К бровке И мяч Потерял Отлично Холестов Отобрал Мяч У Серхи Есть возможность Для атаки Справа и слева Свободные партнеры Мяч отправляется Родионову Родионову Угла штрафной площадки Притормозил Пришел ему На помощь Симбалавин Справа Находится Слева Справа Ледяхов Пятницкий Так потихоньку Потихоньку Спартаковцы Уступили Игровую инициативу И отошли Немножко назад Вот теперь снова Приблизили к штрафной площадке По штрафной Нужно бить Поворотом Не удалось ударить Карпин Стоечка Сам упал По-моему Нет Страфной удар Сейчас мы посмотрим При повторе Ну может немножко Никита Подтолкнул Чуть-чуть рукой Так спину Во втором тайме Очень активно действует Биггер и Стайн Чуть ли не В качестве третьего Нападающего Сталка Являться впереди Рядом с Ромарио Слева Ну в этой ситуации Стоечка Чуть отходит Справа Ближе к середине Поля Но иногда Все трое Оказываются впереди Ну видимо Ну видимо После первого тайма Круев дал указания Заметил Видно Опытный Болист Тренер Спартака В обороне Не все в порядке И Можно тут Атаковать Большими силами Тем более Преимущество В один мяч Барселона Барселона Еще дальше Еще дальше Но теперь нужно бежать назад Быстро бежать назад Он Стоечка По диагонали Метров 40 Пробежал И теперь добился Углового Угловой удар Стоечка Сегодня Чрезвычайно Опасен Активен Неожиданные Смещения В центре На противоположный Фланг Заставит Врасплох Защитников Спартака И часто Настается Один Без прикрытия А сейчас Кристо Стоечка Выполняет Угловой удар Не лучшим образом Выполнил удар И спартаковцы Имели возможность Для атаки И по-моему Они воспользовались Этим Длинную передачу На левый фланг Волода Бесчасток Останавливает мяч И прямо В ноги Мяч Остякивает Ферреров А это Иван Штрафный удар Тем Баларь Нарушил правиль Долго играющий Называется Конфетка Видимо Во рту Круифа Не расстается Он с ней Ну и еще Я вот так Заметил Что стоечка При любом Столкновении С соперниками Падает И когда Его подталкивают Когда не подталкивают Впочтение Что не очень Он впрочем Нога встает Никифоров Родионов Стоечка Иван Бакеру Кто-то на брок Все время Присутствует У Барселоны Вторая игра Широко Футболисты Барселоны Родионов Штрафной удар Куман Не торопится Выполнить Да И опять Точно Попал Своему Вы знаете Просто Бьет Куда попал Но еще раз Повторю Что Во многом Вследствие Тренировок Вследствие Хорошее Взаимодействие Игроков В этой передаче Длинной Итак Цимбалар Отбирает мяч И приближается К стартовой площадке Долго Дубл Долго готовился К передаче Ему помешали Сделать Нацеленную Точную Передачу Партнеру Аплодисменты Аплодисменты Футболистам Барселоны По джентльмански Поступили Они увидели Что Цимбалар Лежит И вот Сначала Субисаря Хотел Мяч отправить За боковую И потом Стоечка А потом Иванов Все-таки Выбили мяч Ну и Конечно же Иванов Должен отдать Мяч сопернику Должен Вернуть мяч Спасибо Действительно Игроки Молодцом Сейчас поступили И то И другой команды Все Все по-настоящему По-честному Как говорится Никифоров И головой Быть бы достать Мяч Не удалось Ледяхову Достать мяч Здесь Испанцев Больше В центре поля Амор Иванов Ошибся В выборе Позиции Видел Он был Впереди Стоечка Стоечка За спиной И Иванов Чуть-чуть Задел мяч И В результате Углового удара Если бы он был Сзади За спиной Соперника Конечно Он мог Перехватить Мяч И прекратить Эту атаку Атака Продолжается При помощи Удара С угла Поля Стоечка И отсюда Выполняет Угла Удар Разыграет Мяч Цибала Карпин Никифор Катинский Клистов Ледяков Бьет Неожиданно И в руки Вратаря С угла Штрафной площадки Бакер И он Ох как хорошо Отыграли Двух спартаковцев Амур Амур Вот Стоечка Помогал ему Освобождая коридор Смещаясь Справа Помогал Амуру Приблизи К штрафной площадке А теперь Родионов Наступил На мяч И остановился Тимбалар И дальше Направо Дальше Направо Один был Карпин Там справа Капитан Спартака С мячем Никифоров 1-0 По-прежнему Барселона Выигрывает Тимбалар Куман Достал мяч Обработал Феррер Тут ему Помог И Феррер Выбил мяч К центру Иванов По сопернику Бакеру Амор Все время У полузащитников Барселоны Есть Возможность Для продолжения Комбинации Причина Таких Несколько Возможно Налево Направо Хорошо Освобождаются Полузащитники И нападающие По крайней мере В середине поля От соперника Вы смотрите Мяч То влево То в центр У спартаковцев Сейчас их Пятеро В передней линии Пятеро Это не в одну линию Выстрелили Сейчас рядом С защитниками Не всегда Есть возможность По-разному Продолжить Атаку Стоечков Сейчас будет бить Ударил И видите Каким трудом С каким трудом Отбил мяч Стал Не очень Сегодня Уверен Чувствовать Ее Мне кажется А Бегерестайн Добивал мяч Бегерестайн Во втором тайме Все время В штрафной площадке Это удар Туда Ближе к трибуне Там где снег Есть Надаль Слева выбрасывает В центре поля Нет Не стал Это делать Уступил Это право Серхиев Никифоров Руденов ждал А лучше Будет И навстречу Жестко Играют Футболисты Барселоны Жестко Но не грубо Бросаются В ноги В борьбе Не жалеют Себя И пока Они Во многих Эпизодах Опережают Спартак Все Пока Кто-то Знает Спартак Заиграет Быстрее В конце Второго Тайма Иванов Вот опять Грубейшая Ошибка Пас Поперек Поле И вот К чему Это привело Едва Не был Забит Еще Один Мяч Иванов Сегодня Действует Замедленно Несколько Тактических Ошибок Сделал И вот Еще И неточный Грамот Вообще Тактически Безграмоту По-первых Поле Будучи Одним Из последних Сделать Передач Но еще И неточно Сыграл Иван Инициатива Сейчас у Барселоны И угловой удар Да Хочу Еще раз Напомнить Для тех Кто Не очень Любит Футбол Таких Я знаю Мало Хочем Сказать Что Программа Новости Которая Обычно Идет Гол Идет Программа 21 час Пойдет После окончания Футбольной Трансляции Так Кто же Забил Мяч Либо Стоечков Либо Ромарио Который Коснулся Мяча Посмотрим Достал На мяч Ромарио Ну Вот Все Эти Звезды Знаете Стоечков Бьет Очень Острые Передачи Да Ромарио Кивком Головой Переправил Начи Уголоворот И застал Врасплох Застал Врасплох Нашего Гинтераса Стаучи 0-2 2-0 Барселон Сыграло В Турции С Голгосараем 0-0 А потом Победил У себя Монако 2-0 Звами Чета Забил Бегири А сегодня Дважды Отличились Нападающие Стоечков И Ромарио 2-0 Сегодня Барселона Безусловно Играет Лучше Какие-то Претензии Спартаку Предъявить Трудно Выше головы Как говорится Не прыгнешь У Спартака Не лучший Состав И конечно Спартак Не в лучшей форме Но это как говорится Разговоры В пользу бедных Это никого Не волнует Турнир Проходит В определенные Сроки И к сожалению К сожалению В начале Марта Редко Когда наши Команды В хорошей форме 66-й минуте Отличился Ромарио Плюс Играть приходится С одним Из сильнейших Клубов Ну и я думаю Что мы с вами Недовольны Конечно Поражением Спартака Но Барселона Оставляет Очень приличные Впечатления И я думаю Что многие Довольны Тем Что Вот в это Время Когда зима Только что Заканчивается Весна Только начинается Мы увидели Футбол Из Лужников Не на нейтральном поле Как было раньше Когда участвовал ЦСКА В Лиге Чемпионов А здесь В Москве На своем поле Спартак Играет Для зрителей Ну что сделаешь Что сделаешь Если соперник Сильней сегодня Будем смотреть Как будут развиваться События дальше Пас на лево Не очень точный пас Сегодня практически Без ошибок Действует В обороне Барселона Хотя в первом тайме Вот За счет активности Ильи Цимбаларе Удавалось проходить К штрафной площадке Левого фланга Во второй тайме Цимбаларь почти Мяча не получает Ну и Дадим должное Что Здесь больше Стало на левом фланге И соперников И Иван активно Играет И Феррер И другие футболисты Не смущаясь Отходят назад Тот же Стоечков И Бакера Ну а теперь Серхи идет вперед По левому флангу Вот как жестко ведут борьбу И отбирает мяч Серхи Прострельная передача Иванов Никифоров Хорошо готовы Физические футболисты Барселоны Вот видите Многие из них Вступают в борьбу Уже у чужих ворот Правда Сейчас нужно Спартаку Вот Воспользоваться Тем что Не все Сейчас были Полузащитники Близи штрафной площадки Барселоны Амор Очень мобильная линия Полузащитная Амор Иван Бегери Стайн Бакера Очень хорошо играет Бреселандская команда В середине поля Перигово Тони Спартак Это заметно Пятницкий Родионов Подарил мяч Сопернику Цимбаларь Цимбаларь Вынужден Больше Обороняться Отступать в борьбу И со стоечком И с Иваном Вот Усиление активности На левом фланге Можно играть Да Ледяк Пошелся Усиление активности В игре Полузащитников Пригла к тому Что Цимбаларь Стал реже Выходить вперед Стоечков Как хорошо Обыграл Иванова Как красиво Ромарио Сиромарио Не часто получает Мяч Что стоечку Еще раз подчеркну Имеет возможность Получать мяч Обрабатывать Делать Передачи Обыгрывать Иванов С ним не справляется Без частных Родионов А это уже Христов Бакеру И замена Если не ошибаюсь В Барселоне По 12 номерам Выходит Умеющий Играть Успешно И в защите И в полузащитни Антони Гойкоича Он меняет Капитан команды Бакера Гойкоича Как и Феррер И Гуардиола Это Олимпийские Чемпионы Кстати 2-0 По-прежнему Барселона Выигрывает Сейчас Ледяков Получает Медицинскую помощь Вернулся На поле Спартак В полном составе Удар от ворот Да Спартак Пока еще не готовы Быстрый Такой Стремительный Игрек Крюк показывал Чемпионате Родионов Не успевает Еще Братарева Перейдет Через две недели Спартак Будет Проводить Ответный матч На прекрасном Великолепном Стадионе Ноу-Кам В Барселоне Я уверен Что будет Аншлаг И 110-115 Тиск Зрителей Будут Доблюдать За этим Думаю Не менее Интересным Поединком Чем Тут Который Прокоит Сейчас В Лужниках Барселона В отличной Форме Ничего не скажешь Тут Играет Тактически Грамотно Звезды В полной Мере Показывают Себя Ну и Не будем забывать Что сейчас Разгар чемпионата Испании И Барселона Показывает Сейчас пока На втором месте В общем Один из Лидеров Испанского Первенства Владимир Бесчастно Кударил Попал Ворота Свободно Не дают Будь Сегодня Спартаковцы Из трудного Положения Преодолевая Сопротивление Защитника Бьют Спартаковцы И вот В этой ситуации Хороших Сочных Точных Ударов Почти Нет И удары Все С 16 С 20 Ветров В травтую Площадку Почти Не пускают Соперники Отдакивцев Никифор Хлестов Вновь Хлестов Свечел На этот раз Будет водить Врач уже Руками За боковой Ленией Тернавский Толчок Штрафный удар Подтолкнули Родионовы Если есть У Спартаковцев Силы Конечно И возможность Хотелось бы В конце Встречи Чтобы Спартак Побыстрее Побыстрее Скорости Прибавил Поэнергичнее Пятинский Цимбаларь Пятинский Цимбаларь Карпин Бесчастый Долго раздумывал А потом Настолько был Ох Цимбаларь Приложили Настолько Заметно Было Решение Бесчастых Что успели Мяч Перехватить Помешать Цимбаларе Получить мяч Штрафный удар Это Серхи Сбил Илью Цимбаларе Штрафный удар Высокая передача Вратарь выходит Ошибает Ворота Пустые Родионов Бьет И гол 2-1 С 11-метровой Отметки Используя Ошибку При выходе На выходе Антони Субесаретто Сергей Родионов Отыгрывает Один мяч 2-1 Вот все-таки Это нарушение Было Как говорится На Как говорится Услужило Наказанием Использовали Спартаковцы Грубость Серхи Ну и смотрим Еще раз Эту комбинацию Бесчастных Вступил в борьбу С защитниками С вратарем Помешал вратарю Поймать мяч И Родионов Из трудного положения Ударил Но не очень хорошо Этот удар был Коварным Мяч прыгал И тут Совсем не просто Было защитником Выручить вратаря Мяч в угол Ворот Плетел 2-1 И Спартак Атакует Правым флангом Бесчастных Можно бить Удар Мяч прилетает От перекладины 2-1 Появилась надежда Спасти очко Получить очко Хотя бы Смотрим еще раз Круман тут Ну такое впечатление Что немножко Самоуверенно Сейчас стали Футболисты Барселона Действуют Дубль Что все в порядке Все выиграно Победа обеспечена И вот тут Спартак может Наказать Барселону Усилив натиск Ну и с последних сил Поиграть В эти последние минуты Я знаю Что-то непросто Трудно Первый официальный матч Проводить в таких условиях Но Надо постараться Надо вот Для зрителей Которые пришли В этот В этот Морозный Мартовский день На стадионе Для телезрителей Которых сейчас Миллионок Постараться Забить еще Хотя бы один мяч Барселоне Ну ни в коем случае Нельзя больше пропускать Родионов Пятницкий Иванов Бесчастых Кто умудрился Пятницкий Сейчас мяч Между ног Пропустить Аут 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 Что тут Что тут Говорит Стоечка в арбитру Ну что тут Ясно что От ноги Стоечка в мяч Ушел Тернавский Цимбалар Хлестов Родионов В центральном круге Пас на лево Иванову Бесчастных Родионов По центру идет Вперед Чуть-чуть Отпустил Дальше Мяч Может еще дальше Направо Клестов Пошел вперед Никифоров По-моему В первый раз Сегодняшний матч А может во второй У него хороший удар Может быть сам ударит Передержал Ночь Куман С мячом Теперь Стоечка Постал В одиночестве Отходит Назад Иванов А Стоечка Ждет Ждет Когда подойдут Партнеры Ну и вот Делает передачу Ромарио А дальше Бегиристая И дальше Аммор Где-то Издалека Неточный удар И нужно поскорее Водить мяч в игру 2-1 2-1 Аммор Аммор идет Из своей полной поля Стартапицы Не очень быстро Пока Они идут Перед Бесчастных Еще дальше Пас Стартой площадки Можно бить Карпин Пробегает Как-то неудачно Он Останавливал мяч А может быть Не нужно было Останавливать Родионов Карпин Застрял Мяч в ногах Соперника Сейчас много Стартой площадки Оттянули Большие силы Футболисты Барселоны К линии Стартой площадки В штрафной Уже много И замена Еще одна В составе Барселоны Полузащитник Секристан Эусебио Выходит 14 номер Вместо Вместо Бегерестайна Вместо Айтера Бегерестайна Еще один Полузащитник Выходит Со свежими силами Вторая Замена В составе Барселоны Ну На это Требуется Время Понятно Что Барселона Сейчас Убивает Время Потому что Уже Один Два Стороны Один Два Стороны Спартака Барселона Имеет Примущество Всего В один Мяч А не В два Как Несколько Минут Назад Ну и Хочется Конечно Сохранить Победный Счет Родионов Аут 2-1 Матча Спартак Барселона Барселона Ведет В счете В московских Лужниках На хорошем Зеленоватом Поле Еще раз хочу Добрые слова Сказать В адрес Работников Стадиона И в адрес Наших славных Армейцев Таманской Дивизии Которая Штрафный удар Толщой был Спин Присумели Подготовить И футбольное поле И стадион Еще полгода Год назад Мы даже Не представляли Что можно В марте Играть На скве В Лужниках Электрический Подогрев Был вовремя Все Он создан В Лужниковском Стадионе Никифоров Бесчастых Паст налево Всем баларь Но Вовремя Рядом Оказался Гойко Ичео Какой пас Какой отличный Пас И еле Еле Тут Какую-то Секунду Доли Секунды Передил Ромарио Наш Вратарь Гинтера Ставчи Прекрасный Пас Сделал Стоечка Ромарио Ремарио Тут же Стартовал Молниеносно Пошел Вперед Иванов Никифоров Родионов Кому отдать мяч Рядом оказался Цимбаларь Ну к тому уже Трудно было сделать Точный пас А вот Больше тут Свободы У футболистов Барселона Иосебио Налево Иосебио Получает мяч От Серхи Еще дальше Иван Пас Назад Надаль Амор Холестов Пятницкий И на пас Направо Ах Как хорошо Было задумано Лишь только задумано Исполнение Исполнение было Никудышным Вообще Орбита Должен поторопить Футболистов Барселона Шучи Они Затягивают Паузы Иосебио Никаких Никаких нарушений не было Чисто отобра Мяч Можно лежать Столько Года Хотя на таком И мягком поле В общем то Оно прохладное Долго лежать не рекомендуется После военные болельщики Помнят Наверное Как На переполненных Московских стадионах Всегда раздавался Обязательно Клич Если кто-то падал Долго лежал Обязательно Раздавались крики Вставай А то Простудишься Сейчас это Самое непосредственное Отношение К той ситуации Которая приходит На этом поле Хотя тогда Играли конечно С мая По октябрь По доябрь Тогда было Не так прохладно На футбольном поле Тем не менее Эта реплика Всегда звучала Штрафное Иванову Поторопиться бы Чуть-чуть Время-то Осталось совсем немного До конца Второго тайма По штабной площадку Можно бить Поворотом Ну же Ну же Гол Гол 2-2 Карпин По-моему Это был Карпин 2-2 Обнимаются Спартаковцы Обнимаются Зрители На трибунах 2-2 В матче Барселона Матче Спартак Барселона 2-2 Еще раз Смотрим Ледяхов Отличный пас Через себя В борьбе С защитниками Валерий Карпин Переправил Правый угол От вратаря Какая хорошая комбинация Как здорово Спартаковцы Сыграли в конце Игры 2-2 Еще раз Посмотрим Эту атаку Прекрасная Атака Через центр Прошли Спартаковцы 2-2 2-0 Барселона Выигрывала Стоечков и Ромарио Родионов и Карпин 2-2 А чем Черти шутят Может быть Попытаться Еще один мяч Забить Можно играть Было Зачем Восстановился Ледяхов 2-2 4 мяча На Лужниковском стадионе Увидели Зрители И миллионы Телезрителей Играть Остается Совсем Немного Совсем Немного В этом матче Сегодня Разные газеты Разные издания Спрашивали Журналистов Ну Прогнозы Газета Спортэкспресс Вот у меня Спрашивал Ваш прогноз Я сказал 1-1 Будет 2-2 И Спартак Атакует Еще один удар Нужно За 10 Володя Бесчастных Штрафной площадки Как занервничали Как засуетились Защитники Штрафной Барселоны Матч длится 90 минут И Спартак Сегодня Проявив Волю Их Если хотите Мужество Вот в этой Сложной ситуации Нашел в себе Силы Бороться До конца Сил вроде бы Немного Было Уже Оставалось Мало И Все-таки Ну Еще бы Один удар Еще бы Как хочется Увидеть Третий мяч Спартак В эти Последние Минуты Показал себя Самой лучшей Стороны Спартак Играли Первым таймом Начали второго Не лучшим Но Трусости Робости Перед Барселоном Не испытывали И Ох какая борьба И Видимо Благодаря этому Спартак До конца Не опускали Рук Вели борьбу Время Время Осталось Еще Немножко Еще Чуть Чуть И Спартак Атакует Спартак Получил Право На штрафной Больше Час Ремни Барселона Играла Лучше Но Еще раз Хочу Сказать Матч Длится 90 минут В этом Прелесть Футбола В эти Последние Минуты Спартак Показал Себя Самой Лучшей Страны И если Я говорил Что Хорошо Играет Барселона И я И сейчас Скажу Барселона Великолепный Клуб Спасибо Барселоне За хороший Футбол Браво Барселона Но И надо Сказать Браво Спартак Игра Еще не Закончилась И тем Не менее Спартак Показал Свои Лучшие Качества В конце Игры Иван Амор Вратарь Вратарь Должен получить Этот мяч Гинтера Сталчи Подлиннее Подлиннее Скорей Вперед Скорей Вперед Аппетит Приходит Во время Игры И я думаю С вами Если еще Несколько минут Назад Мы мечтали О ничейном В результате Теперь мы Мечтаем И хотим Видеть победу Спартак Ох Какая ошибка Грубая Ох Какая грубая Ошибка Передач Хлестов Ошибся И здесь Пожестче Надо играть Цимбаларь Еще дальше Ледяков Дальше Налево Налево Там Бесчастных Перемещается Меняются Местами С Родионом Стараясь Запутать Оборону Карпин Ледяхов Еще дальше Паст направо Карпин Вдоль Бровки Бежит Перед ним Защитник Надаль Надаль Отталкивает Его Но арбитр Показывает Что все было В пределах правил Наверное В пределах правил Если он отталкивал Кличом А если рукой отталкивают Не видно издалека То Подходит к концу Этот интересный Увлекательный матч Лиги чемпионов Подходит к концу Еще раз напомню Что после окончания Этого матча Вы увидите Традиционные Традиционные новости Которых появилось 21 час Сегодня из-за этого футбола Из-за этого прекрасного Футбола Новости Уступили место Этому матчу Через несколько минут Вы их увидите Я говорю тем Кто смотрит Первую программу Телевидения Барселона Не торопится Не торопится Конечно Теперь уже И Барселона Видимо устраивает очко Никипор Ну вот и все О матче Спартак Барселона 2-2 Студия спортивных программ Родеваться Организовала эту трансляцию Режиссеры Ян Садеков И Раиса Панина Комментатор Владимир Периторин Продолжение следует...